Свой небольшой вклад в формирование так называемого коллективного иммунитета сделал и мой коллега Евгений Стокас. Он испытал весь процесс на себе. От записи на первую прививку до побочных эффектов после нее. А сейчас, когда пришла пора делать второй укол, ответил на вопросы телезрителей. Подробнее в его сюжете. Дорогие телезрители, мы снова находимся у отделения поликлиники в Сыктывкаре. Через пару минут я сделаю вторую прививку от коронавируса. После первой прошло три недели. За это время моя иммунная система как бы запомнила образ врага. И теперь мы закрепим результат, чтобы появились качественные антитела. Под сюжетом, где я прививаюсь первым компонентом вакцины, появилось много разных комментариев. О, да, мы читаем ваши комментарии. И на некоторые, на мой взгляд, самые интересные. Я сейчас, пока буду прививаться вторым компонентом, отвечу. Пойдемте. Итак, первый комментарий от Натальи Мысовской. Один из моих любимых. Звучит он так. Сколько ему за это заплатили? Наталья, если вы знаете человека или организацию, которая готова мне за это заплатить, я открыт для предложения. Если серьезно, конечно, никто мне не платил. Я уже объяснял в первом сюжете, что это моя личная инициатива, даже не редакционное задание. Более того, чтобы сделать и первую прививку, и вторую, я брал отгул. Вот так на телевидении выглядит отгул. Поэтому заработаю я, наверное, даже меньше. Второй комментарий от Марины Сенькиной. Надоели уже с этой вакциной, не хотят люди это колоть. Марина, если вы, в принципе, противник любой вакцинации, то это ваше право, безусловно. Я не буду даже пытаться вас переубедить. Если же вас смущают именно отечественные вакцины, то знайте, что вы в этом не одиноки. Ваш покорный слуга тоже был полон скепсиса вначале, но от меня переубедила статья в журнале The Lancet. Это очень авторитетное международное медицинское издание. Недавно появилась статья о нашей вакцине в журнале Nature, основанная на данных статистики других стран, куда мы вакцину поставляем. Оба материала переведены и гуглятся за минуту. Ознакомьтесь и сами сделайте выводы, никого не слушайте. Если вы все равно захотите привиться Астрозенекой или Пфайзером, или, например, китайским Синофармом, то с этим могут возникнуть трудности, потому что у нас принято решение зарубежной вакцины на рынок не пускать. На мой взгляд, это неверное решение, потому что, опять же, вы не одна такая, но имеем то, что имеем. Вот мы находимся у знакомого кабинета, заполнили анкету пациента снова и согласие на вакцинацию. Пойдемте внутрь. И третий комментарий, самый развернутый и самый эмоциональный от Ксении Шуктомовой. Я сокращу его до, наверное, главной фразы, что лучше дождаться клинических испытаний, бороться за отказ от вакцинации до последнего, пока под дулом пистолета не заставят. Здесь, дорогие телезрители, мы видим последствия того имиджевого удара, который создатели первой российской вакцины от ковида нанесли сами себе, когда зарегистрировали препарат до публикации результатов третьей фазы испытаний. И это напрочь отбило желание у миллионов наших сограждан прививаться отечественными вакцинами. Публиковали, медики их перепроверили, и вакцина оказалась эффективной. В Сан-Марино, например, 80% населения привито спутник МВИ, и там все ограничения уже сняты. Но теперь убеждать людей в эффективности, безопасности вакцины приходится, по сути, заново. И в этом помогают примеры Аргентины, Арабских Эмиратов и остальных 70 стран, куда мы эту вакцину поставляем. А что касается дула пистолета, то здесь, Ксения, вы без меня видите, куда дует ветер. И это было ожидаемо. QR-коды — это только начало. Все понимают, чем дольше мы тянем с вакцинацией, тем дольше вирус циркулирует, тем больше появляется новых опасных штаммов. Мы все хотим отмены ковидных ограничений, как в Великобритании или Израиле, а вот очередной Индией ни одна страна на планете стать не хочет. Итак, второй компонент получен, дело сделано. Сейчас в течение шести недель у меня будут вырабатываться антитела. Пока чувствую себя отлично, как обычно, буду держать вас в курсе, если вдруг состояние изменится. Спасибо за комментарии, я отвечал от чистого сердца, надеюсь, никого не обидел. Пойду догуливать свой отгул. Евгений Стокос, Олег Юшков, Юрген, Сыктывкар. Спасибо.